Добрый вечер! Платным парковкам быть! На пленарном заседании Пермской городской думы в первом чтении одобрен проект создания и использования парковок, в том числе на платной основе. В первую очередь, платные парковки планируется ввести на территории, ограниченные улицами Попова, Пушкина, Островского и Акулова. Подробнее об итогах 46-го заседания думы смотрите в нашей программе. На лете вечерний вестник вот еще о чем расскажем сегодня. День воинской славы России. Сегодня день полного снятия блокады города Ленинграда. А вы представляете? Главы городов и районов Пермского края представляют свои планы работы на год губернатору. Каждый год что-то новое. Наркополицейские подвели итоги работы в 2014 году. Как депутаты Думу думали. Сегодня состоялось 46-е заседание городской думы. Мировые хиты. Хорм Лада отмечает 25-летие юбилейной программой. 27 января 1944 года советским войскам удалось полностью снять блокаду Ленинграда, продолжавшуюся 872 дня. Блокада Северной столицы навсегда войдет в историю как самая кровопролитная блокада в истории человечества. За эти почти 900 дней погибли до полутора миллионов человек. 8 сентября 1941 года после тяжелых боев замкнулось кольцо фашистской блокады вокруг Ленинграда. К началу войны население города составляло 3 миллиона 200 тысяч человек. К январю 1944 года, когда блокада была полностью снята, в Ленинграде осталось лишь 560 тысяч жителей. Одна из тех, кто выжил в блокадном городе Наталья Серафимовна Шилкина. Семилетняя девочка, она прошла через бомбардировки и голод. Я жила в самом центре Ленинграда, Смолинский район. Это 6-я советская. И родилась там в 1934 году. И войну встретила. У меня еще 7 лет не было. Блокада началась, мне только-только исполнилось 7 лет. И я осталась с бабушкой, мамой, втроем. В конце июля 1942-го Наталья Серафимовна была эвакуирована через Ладогу, дорогу жизни. За ее плечами 11 месяцев блокады. 27 января 1944 года осажденный Ленинград был полностью освобожден советскими войсками от немецко-фашистских оккупантов. Сегодня это день воинской славы. У монумента героям фронта и тыла состоялась акция памяти. Благодаря мужеству наших ленинградцев, невзирая ни на голод, ни на холод, ни на бомбежки, люди сохранили мужество, люди отстояли колыбель революции, люди сохранили свое достоинство и остались верны своему делу. Почтить минуты молчания участников блокады и возложить цветы к мемориалу пришло немало молодых ребят. Для юных соотечественников быть здесь честь. Они помнят и уважают свою историю и своих героев. Сегодня в Перми проживает 178 участников блокады, очевидцев тех страшных событий, которые вынесли все испытания и муки осажденного города. Наталья Серафимовна Шилкина. Праздник встречают хоть и со слезами на глазах, но под мирным небом. Владислава Фарзалива, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Первый пошел. Главы городов и районов Пермского края представляют свои планы работы на год губернатору. Первым отчитался глава администрации Перми Дмитрий Самойлов. Так, собственно, каковы же основные направления развития краевой столицы в 2015 году? Узнаем из материала Дениса Пальчикова. Как будет развиваться Пермь? Дмитрий Самойлов и Игорь Сапков губернаторы защищают планы работы на год. Виктор Басаргин их корректирует. И в первую очередь обращает внимание на необходимость системно решать проблемы муниципального хозяйства, улучшать работу общественного транспорта, обновлять коммунальные сети, вовремя убирать снег. Мы готовы добавить вам денег на закупку новой коммунальной техники. Но для этого, еще раз говорю, нужны какие-то ваши решения. Все, мы подготовимся. Потому что, я не знаю, уже не горчичник надо показывать этим эксплуатирующим организациям красную карточку и гонять уже. Городские власти должны представить губернатору проработанный вариант и все расчеты, связанные с созданием муниципального предприятия по уборке снега в Перми. В этом году перед муниципалитетом стоят серьезные задачи, докладывает глава администрации Перми Дмитрий Самойлов. Ликвидация очереди в сады для детей от 3 до 7 лет. Завершение строительства корпуса гимназии номер 11 и начало стройки двух корпусов 59-й и 42-й школ. Реализация крупных инфраструктурных проектов. В Перми отремонтируют полтора десятка магистралей улиц. Совместно с частным инвестором оптимизируют Закамский тепловой узел и начнут проектирование развязки на улице Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Губернатор поручил руководителям города активнее работать с инвесторами и промышленными предприятиями. Вместе с нашими промышленниками мы двигаемся в том ключе, который задан на краевом уровне. То есть в соответствии со всеми решениями о кластерной поддержке, речь идет о кластере новой звезды, новые лиды и системообразующие предприятия проторных ПМ, мы на сегодняшний момент ПМ согласовали с краевым правительством действия по началу реконструкции дороги до нового звезды. План работы городских властей с детальной разбивкой по объектам ляжет на стол губернатору. Кроме того, возможность познакомиться с планом должна быть у каждого жителя Перми, поручил руководителям краевой столицы Виктор Басаргин. Есть пальчиков Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». Все познается в сравнении. К примеру, в рейтинге по качеству жизни в крупных российских городах по итогам 2014 года Перм заняла лишь 13 место. Тюмень, Москва и Казань в тройке лидеров. Зато по стоимости минимального набора продуктов наш регион в лидерах в Приволжском федеральном округе, дороже только в Самаре. Ритис Барауско, в свою очередь, сравнил, как обстоят дела с уборкой улиц от снега у нас и у наших соседей. Сейчас ситуация нормализовалась. Это замглавы администрации Перми об уборке снега с городских улиц. Если в начале января, по словам Анатолия Дашкевича у ряда контор, количество рабочих сократилось на 50%, а количество работающей техники не соответствовало необходимым нормативам, то в последние две недели они активно наверстывали отставание. Индустриальный район, улица Сивково. Здесь коммунальщики явно поработали и от снега дорогу очистили. Вот только заморачиваться с вывозом этого самого снега они явно не стали и оставили его прямо здесь, на обочине. Впрочем, не стали они заморачиваться и с очисткой от снега тротуаров. И школьники, идущие из 122-й школы, могут скатиться прямо под колеса проезжающего автомобиля. Впрочем, как и пенсионеры тоже. Компания, обслуживающая территорию индустриального района, за неудовлетворительную работу получила от администрации штраф в размере 15% от стоимости контракта. Какая замечательная картина! Снегоуборочная техника за работой. Чистят улицу Карпинского от снега и сгребают этот самый снег прямо на обочину. Потому что ни одного грузовика, вывозящего этот самый снег, я не наблюдаю. Зато я наблюдаю другую картину. Рядом, во дворе улицы Сивково. И вот же она, в 50 метрах от улицы Карпинского, куча грязного снега. То ли техники по-прежнему не достает, то ли это такая задумка подрядной организации. Непонятно. Точно так же непонятно, почему внимание уделяется исключительно дорогам, а о тротуарах задумываются в последнюю очередь. На улице Карпинского от тротуара осталось лишь одно название. Какая-то непонятная обледенелая тропка. А рядом куча грязного снега с дороги. Впрочем, во дворах картина не лучше. Раздел «Вопрос-ответ» на сайте главы Перми пестрит жалобами пермяков. Подавляющее большинство нареканий в темах ЖКХ и благоустройства относятся именно к некачественной уборке снега. Ну или к полному отсутствию этой самой уборки. Я живу на Весиме. Каждое утро, идя на работу через дворы, чувствуешь себя первопроходцем. Снег чистится только по центральной дороге. Мы проживаем в доме по улице Шоссе Космонавтов, 177. Двор засыпан снегом по колено. Люди не могут пройти, машины не могут проехать. Второй год с началом зимы очень редко чистят тротуар в Орджоникидзовском районе. От остановки «Домостроительная» до остановки «Левшина». С проезжей части всю снежную массу сваливают на тротуар. И практически в каждом ответе на аналогичные жалобы отмечается, что той или иной управляющей компании выдано предписание или последнее привлечено к административной ответственности. Правда, о суммах штрафа и вынесен ли он дополнительно не сообщается. А вот, к примеру, в Казани поступают куда жестче. Всего несколько дней дается на устранение выявленного нарушения и выписывают штраф на юрлицо от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Видимо, поэтому там в первую очередь озабочена уборка не центральных улиц, а именно дворовых территорий и межквартальных проездов. Для этих целей там используют небольшие белорусские тракторы. Дорога вычищена за пару минут. А это уже Уфа. Тут также в первую очередь озабочена очистка от снега не центральных дорог, которые и так убирают. А парковочных карманов и дворов, где, кстати, заранее вывешивают объявление о намерении произвести уборку. В Екатеринбурге также ответственно подходит к уборке снега с центральных улиц. Я, конечно, понимаю, что мы живем на Урале, в Предгорье, скажем так, но напоминать нам об этом вот таким оригинальным способом, мне кажется, не совсем корректно. И ведь такой замечательнейший пейзаж раскинулся как минимум метров на 500-700 на участке от Старцева до Чкалова. Тема дорог и благоустройства также фигурировала в повестке сегодняшнего первого в новом году заседания Пермской городской думы. Подробности в нашем сюжете. В ходе первого в этом году пленарного заседания городской думы депутаты расставили акценты в вопросе уборки пермских улиц от снега. Был заслушан отчет Временной депутатской комиссии по контролю за дорогами и благоустройством. По мнению народных избранников, важно создать такие условия, чтобы подрядные организации были заинтересованы в высоких результатах. Подрядчики должны обладать реальной материальной технической базой и трезво оценивать свои возможности. При этом, кроме центральных дорог, необходимо помнить и о частном секторе и дворах. Мною дано поручение в адрес контрольной счетной палаты провести соответствующие расчеты правильности начисления штрафов подрядным организациям. Одновременно Управление экспертизы и аналитики проведет анализ заключенных контрактов на предмет их выполнения. Думаю, что пристальное внимание депутатского корпуса не случайно очень надеюсь, что реальные сдвиги в городе Перми по уборке и уличной дорожной сети, и тротуаров, и дворов в нашем городе должны произойти в ближайшее время. Депутаты выразили готовность и дальше в рамках временной комиссии контролировать процесс организации содержания Пермской уличной дорожной сети, плотно работать совместно с администрацией города над улучшением системы уборки улиц. Также сегодня депутаты одобрили внесение изменений в положение о Департаменте экономики и промышленной политики. Теперь на этот орган будет возложена ответственность по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актах. Главная цель – заранее исключить те моменты в принимаемых Думой документах, которые могли бы навредить бизнесу. При этом решалось сразу несколько задач. Чтобы с одной стороны не парализовать нормотворческую работу, с другой стороны все-таки нормативные документы в это непростое экономическое время все-таки каким-то образом не очень сильно влияли на развитие бизнеса. Пометуя о том, что бизнесмены, которые платят заработную плату, которые развивают собственный бизнес, они платят еще и налоги, и неналоговые поступления от них мы тоже получаем в доход бюджета. В городской Думе надеются, что документ позволит самому бизнесу широко участвовать в обсуждении готовящихся правовых актов. И таким образом уже на ранней стадии появится возможность создавать компромиссные условия и для пополнения городского бюджета, и для развития предпринимательства. Андрей Вылежнев, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Депутаты Пермской гордумы также разрешили администрации города передать в безвозмездное пользование на пять лет краевой организации Союза журналистов России помещение в старинном особняке по адресу улица Сибирская, 8. Там Пермский дом жур размещается уже не одно десятилетие. За это решение думцы проголосовали единогласно. Вопрос о передаче Дома журналистов безвозмездное пользование нашей краевой организации и журналистов удалось решить так быстро, в значительной степени благодаря помощи со стороны Гвери Сапко и депутата городской думы Максима Тебелева. Они сделали все возможное, чтобы в кратчайшие сроки юристы гордумы и мэрии проанализировали ситуацию, предложили решение этой проблемы. Вопрос был вынесен на рассмотрение депутатов. Я хочу отметить, что думцы единогласно поддержали это решение. Никаких вопросов с их стороны не последовало. Я очень благодарен за это депутатам Пермской городской думы. А теперь союз журналистов находится на занимаемых площадях на законном основании. На минимум на 5 лет вперед. Это позволяет нам уверенно чувствовать себя, сохранять нынешние проекты, разворачивать новые, заниматься тем, чем и призван заниматься все журналисты. Мы будем активно работать в поддержку Пермской природской. Драгдилеры совершенствуют свои приемы, внедряя бесконтактные методы сбыта. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков старается действовать на опережение, пресекая сбыт наркотических средств и их ввоз на территорию Пермского края. Сегодня в управлении подвели итоги работы в 2014 году. Около 14 миллионов разовых доз не дошли до потребителей в прошлом году. Правоохранителями пресечено почти 5000 наркопреступлений, что на 15,7% больше, чем за 2013 год. В последние пять лет прослеживается тенденция к снижению количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания. И в то же время появляются новые виды неуточненных наркотиков, так называемых психоактивных веществ. Говорить об улучшении наркоситуации пока преждевременно. Тем более, что реальное количество наркопотребителей значительно превышает официальные цифры. В 2016 году почти на 76% увеличилось число лиц, отравившихся наркотическими средствами. На 20% возросло количество умерших от отравления наркотиками. Только в прошлом году пермские специалисты установили 11 новых видов наркотических средств, а с 2010 года – 40. Около 700 килограммов наркотиков каннабисной и опийной группы изъяли полицейские в 2014 году, в том числе 26 килограммов синтетических веществ. Последние, по словам полицейских, появляются значительно быстрее, чем их успевают внести в список запрещенных. По сути, нынешний порядок введения в списке запрещенных оборотов наркотических средств, их аналогов, позволяет наркосбытчикам значительное время безнаказанно осуществлять преступную деятельность. В связи с чем Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков выступила перед правительством России с инициативой о наделении ее права вносить вновь появляющиеся синтетические вещества в списки запрещенных до получения экспертного заключения. Принятие новых правил позволит наркополицейским действовать на опережение, пресекая любую возможность появления в обороте опасных для жизни и здоровья синтетических веществ. По данным правоохранителей, через аэропорт Большое Савино с каждым годом все меньше и меньше пытаются ввести наркотических и запрещенных веществ. Сбытчики все чаще выбирают наземный способ доставки или изготавливают все прямо на месте. Настоящую спецоперацию провели полицейские, задержав на дороге в центре Перми молодого человека. По оперативной информации в съемной квартире он хранил наркотики. Правда попасть туда удалось не сразу. Сожительница задержанного долгое время не открывала дверь и пыталась смыть растительный наркотик в канализацию. Было изъято наркотического средства около 200 грамм, значит, которое было изъято из незаконного оборота, а также, значит, были изъяты приспособления для изготовления и фасовки данного наркотического средства. Данный объем оценивается правоохранителями как крупный, и задержание молодого человека позволило перекрыть серьезный канал сбыток конопли среди жителей Перми. В России около 4 миллионов трудоспособных инвалидов. Из них имеют работу немногим более 1 миллиона человек. Очевидно, что существующая модель трудоустройства работает недостаточно эффективно. Сейчас мы находимся в стадии формирования проблемного поля по вопросам трудоустройства и занятости инвалидов, включая предпринимательство. Во вторник в Общественной палате Пермского края состоялось заседание рабочей группы «Социальная справедливость» Общероссийского движения «Народный фронт». Основной темой обсуждения стали вопросы трудоустройства инвалидов. Согласно принятому в 2014 году правительством края закону о содействии и обеспечении занятости инвалидов, работодателям рекомендовано организовывать специальные рабочие места для людей с ограниченными возможностями, а регион со своей стороны обязуется обучать их новым профессиям, создавать условия для предпринимательской деятельности. Также будет сформирован кадровый резерв по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства. В последнее время действительно государством много делается для того, чтобы инвалиды стали полноценными участниками жизни общества. Но, наверное, все-таки работа идет еще не такими темпами, какими бы хотелось. Положение инвалидов, на мой взгляд, все еще остается достаточно сложным. Ведь если мы говорим, что для инвалидов должны быть доступны рабочие места, то необходимо обеспечить снять барьеры на пути к этим рабочим местам. На сегодняшний день, согласно данным Агентства по занятости населения Пермского края, в нашем регионе проживает 245 тысяч инвалидов, из которых 9 тысяч – это дети, 157 тысяч – пенсионеры. Каждый год за помощью в трудоустройстве обращаются более 4 тысяч, из них 82% признаются безработными. В то же время существует ряд проблем, как со стороны работодателя, так и со стороны инвалидов, считает Вера Шишкина, председатель Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов. Я считаю, что если государство выделяет такие большие средства, оно должно отслеживать эффективность вложения средств. Мы наблюдаем, что часто организация рабочего места для инвалида, на который выделены такие большие средства, на практике не предполагает, что это место действительно надолго закрепится за инвалидом, и он будет там работать. И само законодательство не обязывает работодателя поддерживать это место как место для инвалидов в течение длительного времени. По итогам заседания рабочей группы будет сформирован документ с конкретными предложениями по решению проблем в сфере занятости и трудоустройства инвалидов для включения их в государственную программу «Доступная среда», которая по поручению президента страны продлена до 2020 года. Сергей Штерн, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». Ко дню рождения принято получать подарки, а у артистов же все по-другому. Академическому хору «Млада» 25 лет. О том, какие сюрпризы ожидают поклонников их таланта, расскажет Полина Рифа. В чем секрет успеха «Млада»? Каждый, кто хоть раз слышал коллектив, прекрасно знает, эти люди умеют петь душой. И зрительское сердце неизменно откликается при первых звуках, на такую вот искренность, помноженную на безусловный профессионализм. «Младе» 25 и вместе с ней, во всех смыслах этого слова, все это время росли ее артисты. Одному из них, Дмитрию Ившину, 31 год. В хоре он 6 лет. И даже мысли никогда не возникало когда-нибудь с «Младой» расстаться. Все потому, что такой коллектив – это драйв, творчество и, конечно, жаркая любовь зрителя, которую нужно завоевывать каждый раз, как в первой. Потому и преданность «Младе» почти семейная. «Млада» – это семья, «Млада» – это друзья, «Млада» – это люди, которые всегда готовы тебе помочь, которые тебя всегда понимают. И я думаю, что я никого не удивлю, что время в «Младе» мы проводим гораздо больше, чем время в семье. За четверть века «Млада» покорила не только Прикамье и российские просторы, но и весь мир. Сотни гастролей – Австрия, Германия, Бельгия, Швейцария – их везде принимают на ура. Потому что «Млада» умеет быть одновременно и академическим хором, и современным коллективом. За ее мастерством стоит не только техника, а еще и духовное осмысление исполняемого. Некоторые говорят, как глоток воздуха или живой воды прийти, допустим, послушать «Млада», потому что звук, вот он вот как, понимаете, полет птицы. Ей нужно создать условия, чтобы она жила и пела. Точно так же звуку нужно создать условия, чтобы он длился. Если он свободен, обязательно до вас долетит. А стоит за этим, понимаете, ощущение духовной силы, оно у нас есть однозначно в коллективе. На свой день рождения «Млада» приготовила зрителю роскошные подарки. Например, фильм, своеобразный бэкстейдж в винтажном стиле, о том, как делалась программа. Это и невероятное световое оформление, создающее атмосферу волшебства на сцене. Не случайно выполнено оно в пермском зверином стиле. Дань восхищения местной корневой культурой. И, конечно, сама программа стала сюрпризом. Мировые хиты объединили блистательные оперные отрывки, опереточные зарисовки, музыку баха, джаз и, конечно, песни Битлз. Но и это еще не все. Какой же день рождения без новых костюмов? Над ними вовсю фантазировала пермский дизайнер Ольга Величко. Главной задачей стала отразить музыкальную идею концерта в материи. Оттого платья получились в стиле постмодернизма. Ведь вобрали в себя множество цитат из разных эпох. Если поговорить о мальчиках, то мне лично их костюмы напоминают чем-то костюмы пиратов. Ну, примерно есть, потому что в мужских костюмах присутствует отражение не только классики, но и милитаризма. То есть, как минимум, это подчеркивание их мужественности, брутальности, выдержанности к 25-летнему стажу некоторых. А там вот еще, по-моему, какие-то даже брошки есть. Да, это декор таких медалей гусары. Но самое главное, что дарит Млада нам, своему зрителю, это не просто хорошее настроение, а импульс к творчеству. Ведь, услышав хор, хочется и самому стать совершеннее. Полина Рифова, Ислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Помните старый анекдот? В чем разница между оптимистом и пессимистом? Последний считает, что хуже быть не может, а первый уверен – может. Вот я точно оптимист, но главный редактор телекомпании такой роскоши себе позволить не может. Поэтому он реалист. Ну, кому-то надо. Чуть-чуть политики с Дмитрием Кутявиным не пропустите. Следующий «Вечерний Вестник» смотрите в 21 час. Оставайтесь с нами. До встречи. Завтра, 28 января, в Пельме ожидается облачная погода, небольшой снег. Ветер юго-западный – 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы. Температура воздуха днем – минус 12, минус 14 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...